Ребятки, всех рад видеть на своем канале Тимоха Лайк. Кто еще не подписан, подписывайтесь, и впереди много интересного, а самое главное полезного контента. И сегодня у нас будет очень интересное видео. Расскажу вам об нескольких настроек. Это очень сильно влияет на работу процессора телефона, и после этого он жестко тормозит. Проверьте эти настройки на своем гаджете и отключите их. Сегодня я собрал три пункта, которые действительно нужно отключать. Если вы хотите, чтобы телефон работал более корректно. Итак, поехали. Первое, что нужно, это зайти в браузер. То есть, это могут быть абсолютно любые браузеры, как Firefox, Mozilla, Google Chrome, Chrome, Яндекс, то есть Opera. Не имеет значения. К примеру, я пользуюсь наибольше. Это же, конечно же, Google. То есть, практически Google пользуется всем. Всеми, да. Заходим в Google, в свой любимый браузер. И смотрите, что нужно сделать. Это действительно очень сильно влияет на оперативку телефона, а потом наш телефон глючит. Мы удивляемся, почему он так жестко-жестко глючит. Значит, вот здесь у нас такая вот вкладочка. У каждого из вас она может занимать по-разному. У кого и 50 здесь приложений может быть открыто. У кого 25, у кого 30, у кого 40. Это не имеет значения, но это нужно всегда закрывать. То есть, мы нажимаем просто на этот значок и видим, сколько здесь различного открыто. И что мы делаем? Мы просто это все, друзья, вот так вот закрываем. Или в ручном режиме, или же нажимаем, чтобы все это закрылось. Это действительно очень влияет. Следующий пункт немаловажный. Будем его делать в пункте, который называется «Безопасность». Заходим в «Безопасность». Это стандартное приложение, да? Спускаемся немножко вниз и ищем такой пункт, который называется «Передача данных». Вот оно у нас. Вот. Нажимаем на «Передачу данных». Нас перебрасывают в следующие настроечки. И здесь нам нужно найти сетевое подключение. Вот второй пунктик. Нажимаем «Сетевое подключение». И смотрите, сколько у нас разных настроек. Но нам не сюда. В правом верхнем углу еще три точечки нажимаем. И ищем пункт, который называется «Фоновое подключение». Зажимаем «Фоновое подключение». И здесь отключаем лишние второстепенные приложения, которыми мы не пользуемся. Смотрите, сколько у меня их уже отключено. Можно заказать вот в Акассии. Смотрите, зачем оно надо, да? FM-радио. Телеграм не отключай, потому что постоянно он мне нужен. Я не пользуюсь. Вайбер тоже. Ну, отключаем те приложения, которыми мы реально не пользуемся. Вот эти вот, смотрите. Отключаем. Они нам не будут присылать уведомления. Они не будут нас отвлекать от работы. И действительно, я отключаю только что нужно. Вот так вот отключаем. Здесь можно много чего отключить, на самом деле, чем мы не пользуемся. Проверяйте это и отключайте. После этого, действительно, процессор будет намного больше разгружённый и будет, соответственно, работать намного лучше. Следующая настройка, немаловажная. Просто-напросто заходим в настройки своего телефона. Ищем, спускаясь вниз, такой пунктик, который называется «Питание и производительность». Вот он у нас. Нажимаем. Но это ещё, друзья, не всё. Дальше, в правом верхнем углу у нас вот такая шестерёночка. Нажимаем на эту шестерёночку. Нас прибрасывает в следующий режим. И здесь ищем контроль активности. Вот он у нас, контроль активности. Загружаются все приложения, которые есть на нашем устройстве. Если вы пользуетесь приложением редко, то обязательно ставим жёсткое ограничение. Если не пользуетесь, то без проблем отключайте это всё. Смотрите, автономера я не пользуюсь ними. Ну, раз в 10 лет захожу. Жёсткое ограничение. Всё. Нажимаю. Если же вы каким-то приложением пользуетесь, то лучше всего, вот, например, вот это жёсткое ограничение ставлю. Если вы пользуетесь этим приложением, то ставьте «Умный режим» или «Мягкое ограничение». Жёсткое не ставьте, потому что они будут ни уведомления приходить, ни чего другого. И вот так пробегайтесь по всем вот этим вот приложениям. Ставьте жёсткое ограничение, где реально не пользуетесь. После этого действия вы реально увидите, как ваш телефон будет быстрее намного работать, без всяких лагов, глюков и так дальше. И вы не нарадуетесь реальному качеству телефона. Вы вот могли замечать, когда вы только купили свой телефон, он летал практически офигительно. После проходит какое-то действие по какое-то время, и телефон становится всё хуже и хуже работать. То есть, глючит, иногда зависает и так дальше. Потому что вы скачиваете очень много приложений, на них оперативка вся разделяется, и телефон реально будет включить намного сильнее. После вот этих всех действий, которые я сегодня показал, реально вы увидите улучшение. С вами был Тимоха Лайф. Если видео понравилось, расскажите о нём своим лучшим друзьям и подпишитесь на мой канал. Всем пока!